Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака, давайте поговорим с Велератом! Приветствую, Геральт! Приветствую, Велерат! Я видел, что ты говорил с королем. Я так понимаю, беседа была не из приятных. Нормально. Глобить и хуже. Геральт! Чё там Адда? Она опять Стрыга. Король рассказал мне о Бадде. Ужасно. Ты предупреждал нас, что это может повториться. Ты сможешь снять заклятие во второй раз? Посмотрим. Кажется, ты неплохо помнишь, что произошло в прошлый раз. Конечно. Ты всю ночь от заката до рассвета провел в старой усадьбе, где стоял саркофаг Стрыги. Вы там так шумели, что полгорода перебудили. На рассвете мы вошли во дворец и увидели вас обоих на полу рядом с саркофагом в луже крови. Ты еле дышал, но принцесса исцелилась. В ту ночь погиб предатель Острид, и у короля были все основания возликовать. Угу. Сколько жертв было на этот раз? Не знаю. В наши дни трупов на улицах больше, чем мух на навозной куче. Тебе известно, где Стрыга спит в дневное время? Нет. Но ее видели в старой Визиме. Возможно, она там охотится. Процесс снятия проклятия – дело рискованное. Ты прав. Но у короля найдутся способы компенсировать этот риск. Посмотрим. Поступай как хочешь. Но помни, Фольтест очень любит свою дочь. Я знаю. Геральт. Это, пожалуй, все. До свидания. Тебя, Велерат, мне больше ничего не нужно. Смотри с Мерри Гольд. Хотя нет, с тобой в последнюю очередь. Давайте. Ненавижу тебя, тупой пидорасик. Титулов. Давайте забудем о разногласиях ради великой цели. Ладно. Ведьмак? Король хочет, чтобы я снял проклятие с ады. Неудивительно. Однажды тебе это удалось. Хотя ты чуть не погиб. Появление Стрыги означает конец правления Фольтеста. Многие говорят, что он оскорбил богов. Помнишь, как она стала Стрыгой? Напомни. Напомни. Фольтест в молодости спал со своей сестрой. Ребенок умер при рождении, но семь лет рос в гробу и выходил только, чтобы поесть. Ты расколдовал ее, но не полностью. Повторное появление Стрыги доказывает, что королевская династия проклята. Люди очень чутко на это реагируют. Неудивительно, что Фольтест хочет избавиться от Стрыги. Я понял, что мне надо снять проклятие. Надо, чтобы Стрыга не была бельмом на глазу. Практически нет шансов снять проклятие. Я слышал, за убийство Стрыги дают дополнительную награду. А ты не слышал, сколько именно? Пять тысяч арена. Хуя. Хорошее число. Есть мысли, кто распространяет эти слухи? Нет. Впрочем, если ты решишь проблему со Стрыгой, король захочет выслушать своего спасителя. Ты о чем? У короля на столе лежит свеженький, пока не подписанный указ о распуске ордена. Если бы ты попросил короля изменить это поспешное решение, твой друг Зигфрид был бы благодарен. Зигфрид хороший парень, и я не думаю, что орден ему прям уж так нужен. Трис Мерригольд. Кстати, он вот очень сильно хочет, чтобы Стрыга именно умерла. Я постараюсь ее расколдовать. Не называй меня так. Кто-нибудь еще подумает, будто мы больше, чем просто знакомые. Я не могу быть другом тому, кто мне не доверяет. И, кстати, как там Альвин? Я не знаю. Он телепортировался куда-то, несмотря на амулет, который я ему дал. Ты и твой бездарный трубадур, словно безответственные малые дети. Этого никогда бы не случилось, будь Альвин со мной. Но ведьмак знает все лучше всех и никогда никого не слушает. Трис. Я сказала, не называй меня так. Альвин может быть где угодно, и мы не сможем узнать, где именно. Что ты испортишь в следующий раз? Прекрати ты злиться, ну, господи Иисуси. Как ты думаешь, что случилось с Альвином? Хоть какая-то гипотеза. Я и подумать не могла, что он сможет преодолеть блокаду Двимирита. Не многие чародеи способны на такое. Ну вот. Что с тобой, что без тебя? Я не просил, чтобы телепортироваться куда угодно. Даже во времени. Что? Во времени? Ты серьезно? Ладно. Что касательно Адды? Что ты думаешь о ситуации с Аддой? Она стрыга, Геральт. Мы оба знаем, что проклятия сами собой не насылаются. Какие-нибудь версии у тебя есть? Когда ты снял проклятие в первый раз, ты велел принцессе постоянно носить ожерелье с инклюзом, а также приказал сжигать в ее покоях веточки можжевельника, дрока и орешника. Значит, кто-то подменил ожерелье и напортачился с сжигаемыми ветками. Да. Кто-то из приближенных к ней людей, кому была известна эта тайна. Возможно, Велерат знает что-то. Мне стоит помогать королю? Да. В каком-то смысле я здесь политическая заключенная. Я могла бы телепортироваться отсюда, но это было бы неприлично. Кроме того, мне нужно решить здесь несколько политических вопросов. Что за вопросы? Игры. Не хочу тебя беспокоить. Ты и так очень занят уничтожением нелюдей. Все совсем не так. Хорошо. Подавлением восстания или ликвидацией террористов. Как тебе угодно. Но я разницы не вижу. Пока. Господи, какая же ты, блядь... Велерат. Да! Что, блядь? Наш государь будет говорить с вами сейчас, сударь. Поднимайтесь в его покой. Я уже иду. Ага. Сначала Велерат. Нет. Нет. До свидания. Я думал, он мне что-то скажет по этому поводу, но нет. Где там покоя в Фольтерстан? Покое в Фольтерстан? Что за говно? Здесь? Да, здесь. Хорошо. Пойдем. Блин, классные доспехи. Рели классные. Здорово, король. Мы разговариваем неофициально. Обойдемся без титулов. У тебя было время подумать. Отвечай. Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да. Могло ли проклятие вернуться само по себе? Нет. Вряд ли. Кто-то снова его наложил. Если ты преуспеешь, ее... ее разум будет разумом ребенка. Вряд ли. Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, можешь убить ее. Я не буду тебя преследовать. Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал. Спасибо, король. В этот раз я попробую так же. Если узнаешь, кто наложил проклятие, скажи мне. И только мне. Еще одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твое желание в пределах разумного. Но если ты провалишься, моя дочь страдает. И те, кого ты любишь, тоже будут страдать. Я понимаю. Слово короля. Ваше величество. Королевство ловит еще одна хворь. Какая, ведьмак? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Жалею, что я вообще уезжал. Твои чести. Вилерат говорит, что ты сильно сократил их число. Надеюсь, ты с ними покончишь. Это и есть моя цель. И последнее, ведьмак. Я приказал следить за твоими действиями и получил рапорт о твоей личной жизни. Ваше величество. Это не просто нездоровое любопытство. Я хочу знать, зачем ты втянул Шани в последние события. Какую роль она во всем этом играет? Я, пожалуй, защищу ее. Шани мой друг. Она не имеет к этому отношения. Правда? Со своим другом Лютиком ты обращаешься иначе. Неважно. Я полагаю, она не представляет угрозы для интересов Темерии. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим камергером. Меня некоторое время не будет в замке. По другим вопросам обращайся к Вилераду. Так я и поступлю. Прощайтесь, Сир. Ок. Пора заняться. Так, а что король держит в шкафу? Понятно. Очень ценно. Очень. Да ты затрахал уже. Да, да. Спокойся. Камердинер. Да. Или как тебя, блядь? В Изиму, давай. Я хотел... Вы готовы? Да. Да! Погнали. Старая Визима. Куда же ты меня привез, а? Хера. Взлетел. Взмыл, так сказать, в небо. Такс. Давайте-ка тут обшарим все, что можно. Приветствую тебя, ведьмак. Ё-моё, меч вымез головы. Рано или поздно. Здравствуй, Райла. Получила свой отряд? Да. Награда за эльфийскую шлюху. Говорила я тебе, что выслежу её. Торубьель? Сучка, я и вина. Я отдала её своим мальчикам. А потом мы её вздёрнули. Никогда не видела, что мы так яростно сражались за свою жизнь. Какая же ты тварь. Окончательное решение. Переломный момент. Стоять в стороне или бороться с нелюдями. Я выбрал борьбу. Конец нейтральности. Стычка в деревне была первой в серии побед Ордена. Конец восстания близок. И окажется ли цена победы слишком высокой. Жалко малышку Торубьель. Знаете, по книгам, ну да и вообще, в принципе, Геральт был... Ивин обезумел. В армии эльфов полный хаос. Вижу. За эльфов. За нелюдей. Попробуй выдержать мой темп. Мы пойдём в ратушу в центре старой Визимы. Я уже убила 20 белок. Спорим, ты не убьёшь больше отсюда до больницы. Спорим. И какова цель этой экскурсии? Кроме убийств, конечно. Говорят, там Зигфрид. У него для меня важные приказы. Готов? Да. О. О, вижу белок. Белочки, есть орешки. Во сюда. Куда ты пошла, мать твою? Хорошо, тут больше никого. Тут ещё с кое-то аэли есть. Что такое? Успокойся, давай. Мародёр. Скупчик краденого. Что это вообще такое, блядь? Бездари. Ладно, пошли отсюда. Меч дали, блядь. Уёбком. Ааа. Ого. Тут ещё белки. Давай я тебя так порежу. Что это я учудил только шоу? Так, а я займусь вот этим вот, дуалом. Когда я закончу, чтобы не садиться, можно будет карету поставить. Хе-хе. Нормально. Что за дверь? Хижина. Тут есть кое-то аэли? О-о-о-о. Чувствую, что нет. Но, блин, это всё-таки кровавая бойня, ребят. Это всё-таки кровавая бойня. Бойня. Кто-то там пользуется знаками. Дальше не шаг, ясно? Вывеска. Молодая эльфийка. Или мне показалось? Волчье алоэ. Наверное, какой-то ценный... Ах, хер его знает, в принципе, ценный он или нет. Пойдёмте наверх посмотрим. Может, тут есть люди. Оружение к ордену. Приветствую тебя, сударь. Здорово. Белая райла говорит, что ты куёшь лучшие доспехи... А, белая райла. Да благословит вечный огонь её разящую руку. Должно быть ты, друг. Ну да. Типа того. Держи на продажу. Сколько? Три сотни. На. Что это? Рецепт экстракта. Понятно. Еду вообще всю продаю. Потому что мне она не нужна. Вот идёт формула. Мутагены я уже приготовил. Яйца виверн. Отрезанные. Продаем. Квестов больше нету в любом случае. Малину. Тоже. Фиштех пускай будет. Шаль пускай будет. Сок. Сбирай. Ингредиенты пускай будут. Вроде всё. Нет, вот ещё панцири эти. Такс. Чё есть? Что за мечи? 8. Херня. 13, 20, 10. Херня. Херня. 28, 10. Херня. По сравнению с моим, херня. Да ветки, я думаю, вряд ли я поменяю. Повреждение плюс 30. Вероятно, 75. Увеличит восприятие к серебру. Повреждение 60. Фуфуфуфуфуфуфуф. Нет уж, нет уж, нет уж, нет уж. Блин. Можно было бы, конечно, взять два серебряных меча. Я бы был бы не против. Но, к сожалению, нет. Сказки и предания. В книге описаны чудовища. Это такое. Погром в Ривии. История. Короче, там был убит Геральт из Ривии. Да-да-да, так он этого не помнит, к сожалению А может быть и к счастью, почему бы и нет Для тех, кто не читал книжек Краткая история того, что случилось тогда Там было тоже восстание нелюдей, насколько я помню И проще говоря, Геральт был на стороне белок Его убил какой-то селянин вилами Было забавно Так, а кто, блядь, использует... Кто использует команды вообще? Не команды, а... Ну вы поняли Кто использует знаки? Ты умрёшь, хоины Не знаю Я? Уверен? Я б не был так уверен Но мне это не потушить Ладушки о ладушке Проток дамби, полевой госп... А, вот полевой госпиталь Чё-то я туплю Мне же в госпиталь нужно Я ненавижу вас, двойны Это... Блядь, это не тут Отвали У меня тут дела есть Вообще Где это вообще? Чё тут? Чё за говно? О, лечебница Сперто Съебись теперь Как это понимать? Ой Вы посмотрите Сколько тут этого эльфийского говна? Они хилятся Капец Да бей ты, ну Вроде порешал Вот эти двери Вот они Скотель, мать твою Ты негодяй Не мешайся Ребят, решайте О, слава богу Меня пустили Не мог ты убить больше длин на ухих, чем я Качество важнее количества Можешь так говорить Что такое? Слыхал когда-нибудь про ведьмака-ворона? Где ж я найду оружейника, который изготовит доспехи для ведьмака? Оружейник ордена в старой Визиме отлично работает, он тебе поможет Хорошо Там Шани просто ангел Клянусь вечным огнем, ее руки творят чудеса Без сомнения Рана серьезная? Просто царапина Шани сказала, скоро встану на ноги Похоже, эту рану нанесли Гигантским тесаком Цвихнувшийся краснолюд Он зарубил трех братьев, но я до него добрался Зигфрид, даже дети знают, что нельзя сражаться с краснолюдами-берсерками Тебе еще очень повезло Привет, ведьмак Шани Есть минутка Для тебя всегда есть Я по тебе ужасно скучал Сначала поцелуй Сейчас Конечно Не делай вид, будто ты смутился Мастер Блядь, не отвлекай меня Я тут к девочке пришел Мастер Геральт Монстрица убивает людей Какая нахер монстрица Стрыга появилась у башни Меня послали за ведьмаком Пятерых солдат уже прикончила Помогите Где эта башня? Ну это та самая высокая башня Белки ее подожгли Не заблудишься Не, ну нихера Я должен поговорить с Шани Где Шани? Ведь и странно Мне уже не хватает лекарств Я бы все отдала Флакон Реффордобелла Тебе очень повезло Ты злоупотребляешь моим терпением Что такое? Мне уже не хватает лекарств Так Реффордобелла Че ты? Ну вот Элик Ты злоупотребляешь моим терпением Мне уже не хватает лекарств Что ты блять хочешь? То есть В принципе, да? Я не знаю Может тебе Какую-то ласточку дать Или еще какое-то говно Типа Вот я даю тебе Реффордобелла Нет Типа не подходит Контрол Блять, хуйню сделал Какое-то проклятие Сожмите контрол Сожмите контрол И левую кнопку мыши Вот Эти поставить сюда Может тебе ласточку Риле выдать? Мне уже не Реффордобелла Благодарю, добрый человек Да осветит твой путь вечный огонь Ебать, ты странная Ты ведьмак должен интересоваться Рассказами о чудищах А меня в последнее время Интересуют ифриты Послушай Ну, ладно Ок Шани Не-не-не-не-не-не-не Что за говно? Медсестра Можно я заночу? Бля, нельзя что ли Белый рай Может ты? Уютная лечебница А я однажды Чуть в монастырь не ушла Трудно поверить Не верю Правда Но я всегда предпочитала Убийство Исцеление Еще увидимся Нормально Добрая женщина такая Мы все умрем Легкие Надежды Мы все умрем Какой-то проклятие Безделие там Убери свои мечи Я ненавижу оружие Ок Ладно, блин Чего, пошли-то Да застригай Я думал Сейчас Перепихнемся Шани по-быстрому Но нет Что-то говно Сразу окружили Хорошо, что я мастер Боевых Искусств И боя на мечах Сюда подошли Слушай, а куда идти Заданница Сначала придется Разобраться Со стригой Вот это башня, что ли За победу Но мне туда не добраться Давайте как-то попробуем Обойти это все Переулки Дверь в лабораторию Калькштейна Еще одна Что тут вообще происходит Где Калькштейн Так у него же лаба Была не здесь Или это вторая его лаба Фиг его знает Рили Фиг его знает Ладно Чего, пошли отсюда Туда Волчье алоэ выращивают Наверное, какой-то Ценный ингредиент Ну, поскольку Я в принципе А че так трупов там много? Трупов реально Че-то дофига Я не нажимал ничего Честное слово Оно само Ну и че? Че, какой-то скрипт? Не сработал Или Я че-то не понимаю Скорее всего Я че-то не понимаю Ну да ладно А нет Я просто не туда пришел Что? Что это такое? Мутант? Ну типа Норм Наконец-то Чудовище погибло Что ты здесь делаешь? Говорили, солдаты Пытаются Стрыгу убить Вот и мне Захотелось взглянуть На знаменитую Визимскую Принцессу Стрыгу Правда Это вовсе не Стрыга Все же очень Интересный экземпляр Успокойся Калькштейн Я заплачу солдатам Чтобы они отнесли Останки В мою лабораторию А там я Постой-ка Если это не Стрыга То кто это? Уж точно Это не пузатый Трактирщик Насибачка Плод алхимии Генетики Биологии И черной магии Мутант Как и ты сам Мне не терпится Исследовать Это существо Как и я Вроде того Магия и алхимия Ускоряют процесс Мутации Побочные эффекты Выходят из-под Контроля Слоу-моушен Это нечто Очень мощное И быстрое Чтобы узнать Больше Необходимо Произвести Вскрытие Кажется Я знаю Кто за этим Стоит Ты в курсе Откуда взялось Это существо Солдаты Сказали Оно Появилось С кладбища На болотах Слушай Я взял Этот Цвиток Думая О стриге Но тут Может быть Лучшая Добыча Если Собираешься Убить Стригу То по этому Рецепту Надо приготовить Мощный Эликсир Саламандры Позволяют Себе Жуткие Вещи Ускоренная Мутация И эксперименты На людях Дело Грязное И все Это делается На основе Ведьмачьих Тайн Которые Вы хранили Годами Не поддавшись Ни одному Соблазну Поздравляю Хорошо Но как насчет Настоящей Стриги Если Солдаты Ошиблись Я слышал Слухи Что на болотах Творится Что-то Неладное Что за Слухи И покороче Говорят У старой Часовни Найден Чей-то Труп Кишки Что-то Растащило На всю Длину То есть Шесть с Половиной И полтора Метра Спасибо Ясно Понятно Такой Интересный Экземпляр Только он Что-то Башку Свою Спрятал Да ладно Калькштейн Мне бы Реально Заглянуть В твою Лабораторию Блять Долго Да пока ты Подойдешь То блять Он уже Встанет Мне нравится Как они Синхронно Прыгают Так Ну да ладно Че Калькштейн Реально Ты большой Молодец Но Черт возьми Жажда Стрыги Что это Ты вообще Достал Так Спрячь Обратно Господи Сюси Спрячь Обратно Убожество Так Ну я же Нажимаю Не открывается А нет Все Теперь Приготовим Эликсир Этот Если это Вообще Возможно С моими Навыками И Калькштейн У тебя Можно Отдох Да Можно Хорошо Можно Прокачаться Блин По прежнему Ни одного Золотого Таланта Я уже Игру Заканчиваю Еще Еще Ни одного Золотого Таланта Это Охуеешь Ладно Качаем Силовой Стиль Сюда Нужно Серебро Да Серебро Ну ладно В принципе Тут еще Все Вкачано И это Вкачано И это Вкачано Серебро Тоже В принципе Давайте Серебро На Групповой Стиль Вкинем И Силовой Стиль Пожалуй По мячам Уже Тут Все Прокачано Ну вот Еще Вот Это Ладно Пленешь С ним Все Вроде Все Раскидал Тут Я уже На Обум Кидал В любом Случа Силу Знаков Рафрада Белого Дает Полный Иммунитет К оглушению Тут Ну ладно Так А Дея Это Значительно Повышает Максимальный Уровень Здоровья Пургар Самаха Филин А где же Это Жажда Какая то Там Жажда Была Я помню Жажда Стриги Итаген Блин Для этого Нужен Особый Говня В принципе То есть Для того Чтобы мне Приготовить Этот Мутаген Мне придется Ее Убить А я Этого Не хочу Делать Я Во всех Своих Прохождениях Убивал Стрыгал Потому что Просто Банально Не знал Как ее Убить Как ее Точнее Не Убивать Что скажешь По поводу Стрыгал Король просил Меня разобраться Со Стрыгой В свое время Меня очень Интересовали Вампиры К сожалению Мне так и не удалось Изучить Живой Если так Можно сказать Экземпляр Чтобы победить Стрыгу Необходимо Провести Ночь Возле ее Логова И при этом Остаться В живых Советую тебе Запастись Оружейной Смазкой Особенно Серебряницы И кринфридским Маслом Ваши знаменитые Ведьмачьи Знаки Также Могут Помочь Ирден К примеру Может на короткое Время Остановить Принцессу Если она Совсем Озвереет Ого Ты мне Прям Серьезно У тебя Блядь Нифига Нету Ты Блядь Гавна Шлеп У тебя Тупо Нифига Нету Знаешь Ты козел Колькштейн Сука Какой же ты алхимик Если ты продаешь Только Пока ты исследовал Процесс мутации Тебе не удалось На эти лекарства От бесплодия Мне очень жаль Геральт Понятно Но бывай Ну да Геральт Печальная ситуация На самом деле У него получается В принципе Мальчика Альвина Они могли бы И оставить Шани Потому что Все-таки Это ребенок Кто пользуется Знахом Это лечебница Что случилось Со стрыгой Не было Никакой Стрыги Какой-то Мутант Нападал На солдат Помощь нужна Не больше Чем всем Остальным Позволь Мне решать Шани Как будто Все в порядке Ты все еще Хочешь Чтобы я тебя Поцеловал Это предложение Действует О Геральт Я так По тебе Скучала Ну-ну Все будет Хорошо Где Альвин Все не так Просто Я нашел Его в темноводье Деревню Атаковали Люди Из ордена Альвин Испугался И телепортировал Он может Быть Где угодно Что это Что происходит Скайта Эли Придется Убить Вижу Вы Людей Лечите Мы Их Ранили Чтобы Они Умерли Вы Их Лечите Странная Логика И Совершенно Не В наших Интересах Вон Из моей Лечебницы Можете Сколько Хотите Убивать Друг Друга На улицах А сюда Соваться Не Смейте Шани Берегись Убейте Дони Дони Блядь Ого Кто пользуется Такой Магической Силой amar Нет 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 Повторяйте. ... ... ... ... ... Убийцово! 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 Они хотели убить раненых. Как можно так низко пасть? Я видел вещи похуже. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Альвин? Представления не имею, где его искать. Он может быть где угодно. Будем надеяться, что он в хороших руках. Ммм... Ну да. Шани, я очень много думал о нас. О совместной жизни, о семье. Я тоже. Блин, ну... Геральт сделал вывод, что он как бы просто мутант, что Шани достойна действительно хорошего мужа, который может сделать ее счастливой, который подарит ей собственных детей. А не мужа, который ночью уходит на охоту и только этими живет он. Геральт считает, что он не сможет стать нормальным человеком. Эмм... Ну, блин, я... Я б сделал выбор, какой бы сделал я. Скажем так. Поэтому... В принципе, мальчик Альвином они могли оставить, завести семью, а охотиться не обязательно. То есть, он мог бы стать каким-то ремесленником. У него штучно продленная жизнь. И с его талантами... Вот тогда же и в орден пойти работать тоже неплохая затея. Поэтому... Я выбираю второй вариант. Чудесный сон. Но чтобы он превратился в реальность, мы должны подождать, пока не кончится это безумие. Я буду ждать Геральт. Делай то, что должен. Спасай королевство. Задай перцу всем непрошенным гостям и возвращайся ко мне. Я вернусь. Обними меня в последний раз. Мы все умрем. Да. Надежды нет. Надежды нет, ты прав. Они напали на вечернице. Невероятно. Черт. Зик. Ты мне ничего не скажешь, да? Ну ладно. Мы все умрем. Надежды нет. Спирто. Мы все умрем. А куда идти дальше? О! Ну давайте, ублюдки. Я отрежу вам яйца. Стой. История повторяется. Но в этот раз мы отрежем тебе не только руку. Попробуй, эльфийская тряпка. Я белая Райла. И мне нипочем, эльфийские садисты. Хе. 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 Это Берсерти что-ли? Сука, она хилит Хочешь со мной поиграться, что ли? Кто их хилит? Слышишь, волчь устали! Я бы и сама справилась, но спасибо. Не стоит благодарности. Идем, поговорим в более безопасном месте. Угу. Хотя знаете что, дорогие друзья, пожалуй на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю серию. Продолжим уже в следующей. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео и всем пока!